Добрый вечер, на эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. В Адыгехабле состоялось очередное заседание районного суда по уголовному делу бывшего суди Максима Якуша. Напомним, в мае 2018 года на трассе Кавказ в районе поселка Эркин-Шахар произошло ДТП с участием Якуша. По версии следствия, он управлял автотранспортом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Внедорожник подсудимого на скорости 150 км в час выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковушкой, в которой находилось трое человек. В результате автоаварии водитель получил тяжелые травмы, а пассажиры Владислав Глазкой и Аскер Узденов погибли. В рамках судебного заседания сторона защиты обвиняемого Хадатай стала назначением новых экспертиз для изучения обстоятельств случившегося. Однако суд, выслушав представителей стороны потерпевших и гособвинения, отказал в проведении новых экспертиз. На этом вчера заседание закончилось, а уже сегодня процесс перешел к прениям сторон. По словам адвоката, бывшему суде грозит до 7 лет лишения свободы. Прошу назначить по настоящему уголовному делу повторную комплексную автотехническую транспортно-таросологическую судебную экспертизу, производство которой поручить другим экспертам другого государственного экспертного учреждения за пределами Карачао-Черкесской республики. Данное ходатайство направлено лишь только на затягивание срока в рассмотрении данного. Прошу отказать. Пять лет рассматриваю, Ваша честь. Если мы остановимся, я вам скажу, и следующее, что сегодня мы заседали. Очередное ходатайство будет, которое, по сути, повторяется. Ваша честь, мы же определились, остановились, что ходатайства нет, переходим на допрос под судимым. Если он этого хочет. Говоря о ходатайстве, я уже сказал, отказать. Но не вижу никаких оснований для того, чтобы удовлетворить его. Суд на месте постановил. Отказать удовлетворение заявлений, когда достался. Одна из причин дорожно-транспортных происшествий на сегодняшний день – это управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В этом направлении проводится серьезная работа. В течение недели сотрудники ГИБДД проводили профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». В один из рейдов направилась и наша съемочная группа. Альбина Ламкова продолжит тему. Перед оперативно-профилактическим мероприятием «Трезвый водитель» сотрудники полиции получили инструктаж. Руководство отделения ГИБДД проверили внешний вид, экипировку. Также во время специальной операции патрульные группы ГИБДД получают назначения на разные участки. Работу по выявлению и пресечению случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения госавтоинспекция проводит непрерывно, как в рамках повседневного контроля, так и в ходе специальных рейдовых мероприятий. Во время операции проверяют документы водителей и наличие алкоголя в их организме. Значительную социальную опасность ГИБДД представляет с точки зрения криминогенности, то есть как фактор, порождающий преступность. Кроме того, совершаются общественно опасные действия, такие как управление транспортными средствами в состоянии опьянения, результатом которых зачастую становятся дорожно-транспортные происшествия. Так, с начала текущего года на территории Карачаево-Черкесской республики зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 1 человек погиб и 7 человек получили ранения различной степени тяжести. Человек, который находится в состоянии легкого опьянения, не считает себя пьяным и убежден, что может везти машину быстрее и лучше, чем обычно. Естественно, виновниками тяжелых дорожных происшествий могут стать водители в состоянии среднего и тяжелого опьянения. В последнем случае алкоголь представляет большую опасность для подростков, которым достаточно и нескольких рюмок. Под влиянием алкоголя человек теряет контроль над собой. Притупляются чувства, появляется ощущение всесильности. Сотрудники ГИБДД напоминают, что нельзя определить безопасную дозу алкоголя. Нетрезвые водители являются одними из наиболее опасных угроз безопасности дорожного движения. Любое его количество, выпитое незадолго до поездки, опасно. Каждый водитель должен трезво оценивать ситуацию на дороге и не подвергать опасности себя и окружающих. За нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения предусмотрена административная и уголовная ответственность. В целях предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения Российской Федерации, профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории нашей республики, с 22 по 28 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Основной целью мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий, выявление водителей, управляющих транспортными сельсами в состоянии опьянения. Управление автомобилем в состоянии опьянения может привести к трагическим последствиям. Инспекторы отмечают, что статистика неположительна. Зная это, некоторые автовладельцы все же рискуют садиться за руль нетрезвыми. Тем не менее, главная цель проводимых специальных операций – снижение уровня аварийности на дороге за счет усиленного контроля за дорогой и выявление нарушений правила дорожного движения. Только за несколько часов проведения профилактического мероприятия «Трезвый водитель» сотрудниками ГИБДД было выявлено 38 нарушений. Так, за три дня проведения мероприятия «Трезвый водитель» возбуждено более 40 дел об административных правонарушениях в отношении лиц, управляющих транспортными сельсами в состоянии опьянения, либо лиц, не выполнивших законные требования сотрудника госавтоинспекции о прохожении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения. Во время проведения рейда инспектор ГИБДД имеет право остановить любое подозрительное транспортное средство на любом участке дороги. Обычно о проведении специальных мероприятий свидетельствует карточка маршрута патрулирования, где полицейский делает соответствующие отметки. Но предъявлять ее водителю закон не предусматривает. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в российских школах начался основной период государственной итоговой аттестации. Выпускники Карачаева, Черкесии, про выбравшие для сдачи географию, химию и литературу, были определены в один из четырех пунктов, которые организованы в региональной столице. В 18-й и 19-й гимназиях черкесскую итоговую аттестацию также проходили учащиеся из остальных муниципальных образований. За час до начала сдачи экзаменов юноши и девушки подходили к учреждению образования. После проверки на входе молодые люди, согласно спискам, отправлялись в заранее подготовленные кабинеты. Основной экзаменационный период завершится 20 июня, резервный по 1 июля включительно. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Мебельный салон «Слон» – широкий ассортимент классической современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличный и безналичный расчет, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. Детская школа искусств номер 2 отпраздновала свой 50-летний юбилей. На протяжении многих лет она открывает свои двери, принимая в мир искусства новых учеников. Торжественное мероприятие прошло в Республиканской филармонии. В мир новых творческих дарований окунулась и Дарья Тендит. Школа искусств является центром духовного воспитания подрастающего поколения. Бережно хранит и развивает высокие традиции российской культуры. За 50 лет своей истории педагогам и учащимся есть чем гордиться. Это яркие творческие коллективы, победы в конкурсах и фестивалях различного уровня. Любовь и уважение молодых талантов и их родителей. Последние 6 лет детской музыкальной эстетической школой руководит Анна Войко. Она отметила, что школа сейчас на подъеме. Много планов еще впереди. Концерт сборной у нас мы решили выставить не просто по отделениям, и отдельно либо преподавателей, либо детей. И преподаватели, и дети, и взрослые коллективы, и детские коллективы. В основном это будет сегодня массовый концерт. Индивидуальных выступлений будет, чтобы это было все ярко, красиво. Сами все увидите. Мы старались. В начале торжественного мероприятия вниманию зрителей был представлен небольшой фильм, посвященный историческим этапам развития школы, начиная с 1973 года. Тогда на двух отделениях фортепиано и народное пение четыре молодых преподавателя открыли первый набор из 15 человек. На сегодняшний день число творческих направлений, наставников и учеников значительно выросло. На отделениях эстрадного пения, фортепиано, раннего эстетического развития, народных и оркестровых инструментов обучаются около 400 человек. Из 39 преподавателей, 12 присвоено звание заслуженный учитель КЧР. Пятеро награждены знаком ветеран труда. Все они очень разные, но их объединяет одно – любовь к музыке. Развитие таланта – вещь весьма сложная. Многое зависит от теплого доверительного отношения ребенка и педагога, отметил Александр Калмыков. Это такие кладези, что иногда просто посмотришь, вот он придет с мамой, пишет заявление, не поймешь, что к чему. Но буквально в первые полгода ты открываешь человечка, и это потрясающе иногда будет. Как открытие. Пришли поздравить школу с юбилеем и самые маленькие воспитанники. Дети от 4 до 6 лет учатся на отделении раннего эстетического развития. Занятия проходят в игровой форме. Уже с малых лет дети прикасаются к прекрасному миру искусства, поделилась Ирина Федюшина. Детки у нас учатся в школе 3 года. Это вот третий класс, последние выпускники. Сегодня пришли поздравить свою любимую школу с юбилеем, и они у нас будут читать стихи. На праздничном концерте прозвучало множество теплых слов и поздравлений. В заключении мероприятия сотрудники школы были награждены почетными грамотами и ценными призами. Школа сегодня – это слаженный профессионально-педагогический коллектив с не менее талантливыми учениками. Детская школа искусств номер 2 гордится своими достижениями, верит в свои силы и уверенно смотрит в будущее. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Накануне в Махачкеле состоялся матч между футбольными клубами «Нарт» и «Динамо» Дагестан. Встреча завершилась ничьей. Со счетом 1-1 игра была напряженной и требовала концентрации сил и внимания игроков. В первом тайме «Нарт» пропустил один гол, но были моменты отыграться. И, наконец, под занавес на 90-й минуте матча пенальти реализовал капитан футбольного клуба «Нарт» Азамат Курачинов. 31 мая в 18 часов на стадионе «Нарт» Черкеска проведут первый домашний матч с командой из Дагестана. Все поклонники футбола смогут поболеть за наших. До начала матча состоится концерт. Организаторы обещают подарить жителям республики отличное настроение и зрелищную игру. В Рубском районе прошли спортивные мероприятия, посвященные годовщине победы в Великой Отечественной войне, возвращению карачаевцев на историческую родину и памяти героя России Канамата Баташева. Участники заревновались в толкании камня, поднятии гири и борьбе на поясах. Подробности у Али Баташева. Правила просты, как слова-поговорки. Бери больше, кидай дальше. За три попытки нужно бросить камень весом около 12 килограммов как можно дальше. Самый высокий участник соревнований Сослан Бастанов из Новой Джигуты справляется с этой задачей лучше всех. В народе, короче, всегда это было где сабанту, где собирались, где сачки, всегда кидали камень. Я смотрел на старших братьев всегда, и всегда хотелось, тогда, ну, еще маленький был, не мог, всегда стремился к этому. А как вырос, всегда, ну, получается, выигрываю, нравится. Как вот заоцениваете свое выступление? Я думал, лучше будет, что камень чуть тяжелый, когда чуть тяжелый, у меня не так хорошо получается. Когда полегче, хорошо, ну, улетает. А вы пробовали давно кидать камни? Вообще никогда не занимался этим, и кидаю, постоянно выигрываю, и получается. Проявить свою силу можно и в таком состязании, как поднятие гири весом 32 килограмма. Разрешается только один подход к снаряду. Но самым захватывающим и динамичным зрелищем стала борьба на поясах. Каждый удачный и ловкий бросок сопровождался бурной реакцией болельщиков и тренеров. Когда противники сильные, побеждать сложнее, но интереснее, считает 10-летний спортсмен Ансар Ижаев. Борьба – это не просто. Это очень тяжело. Нужно сильно тренироваться, нормально. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Борцом. Лучше, пускай борются, любые вопросы решают здесь, на траве, чем вот эти лишние интриги. Тем более, сегодня дети борются в памяти такого человека, знаменитого, который сделал улыбновенное. Я разговаривал с его братом, который, вот Ханамата Баташева. Оказывается, Ханамат молодости очень хорошо боролся. Все победители получили награды, а подарком для зрителей стал праздничный концерт. Али Баташев, Расул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия, Урупский район. Это вся Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Удивительные люди». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!